Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. И сегодня мы поговорим о состоянии окружающей среды в регионе. У нас в гостях директор Департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Виктор Барышников. Виктор Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Телезрителям, я напоминаю, мы в прямом эфире, так что можете звонить к нам в студию и получать ответы на свои вопросы из первых уст. Номер телефона 703515. Также нас можно увидеть и в интернете на сайте 7info.ru. Свои вопросы можете смело оставлять и там, мы обязательно их прочитаем. А еще я предлагаю вам принять участие в интерактивном опросе. И сегодня тема, которую мы вынесли на обсуждение, звучит так. Пьете ли вы воду из-под крана? И по традиции два варианта ответов. Да, она чистая. И второй вариант, кипячу или очищаю. Голосуйте, нам интересно ваше мнение. Итоги мы обязательно подведем в конце эфира. Виктор Николаевич, предлагаю начать наш разговор с такой жизненно важной темы. 21 век на дворе. Но, к сожалению, не у каждого человека есть чистая вода дома. Насколько я знаю, что в нашей области нужен постоянный контроль. Из-за каких-то природных особенностей. У нас много железа, да, если я правильно поняла. Как это контролируется и насколько это вредно вообще? Как мы с этим справляемся? Контроль за питьевой водой производится Роспотребнадзором. Да, действительно. У нас в силу такого географического, геологического положения региона повышенное содержание железа на природном уровне. Ну, в общем-то, для этого, для достижения нормативов качества питьевой воды у нас вводится система очистки. Такая система очистки, она действует у нас в городе Баяни. В прошлом году введена в эксплуатацию станция обезжелезования на Шумаковском водособоре города Курска. Поэтому здесь говорить о том, что курьянам поступает вода, не належащая ее качеству, нельзя. Нельзя. Вода соответствует требованиям Санпина. А еще на Киевском водозаборе, да, насколько я знаю, станция обезжелезована? Они закольцованы, водозаборы, и очистка производится как воды из Шумаковского, так и из Киевского водозабора. А говорят, что это там чуть ли не лучше в Европе, лучше в Европе система очистки. Это так? Или это просто отличное? Ну, в общем-то, там применены самые передовые современные технологии, конечно. А как это вот действует, если простым языком, да, вот как происходит эта очистка? Установлено 80 фильтров. И вода, проходя через эти фильтры, достигает тех санитарных нормативов, которые, в общем-то, предписаны Санпином. А эти водозаборы, они водой обеспечивают жителей только областного центра? Да, это городские водозаборы. Только городские, да? Я знаю, что в регионе действует программа экологии «Чистая вода» уже несколько лет. И, если не ошибаюсь, в 2014-м заканчивается срок ее действия. Можете какие-то результаты и итоги уже подвести за это время, за время действия программы? Ну, программа не заканчивается. Я хочу сказать, что Курская область – одна из первых субъектов России, в которой была разработана такая программа. Программа «Чистая вода» ответственным исполнителем у нас является Курское областное экологическое управление. И основная ее задача – это обеспечение питьевой воды малых населенных пунктов. Помимо этой программы у нас действует программа в системе ЖКХ, в системе агропромышленного комплекса. То есть по всем направлениям производится строительство новых водозаборов, ремонт действующих сетей, бурение новых скважин. Потому что Курская область – одна из немногих регионов России, водоснабжение которых осуществляется именно из подземных горизонтов. У нас есть вопрос на сайт первый от телезрителя Тарасова Николая. Обещали, что на Курском море сделают несколько пляжей, но территория до сих пор закрыта для купания. Когда его достроят? И достроят ли, собственно говоря? Конечно, достроят. В первую очередь введена в эксплуатацию. Заполнение, в первую очередь, водохранилища будет во время поводка следующего года. И, соответственно, будут образованы рекреационные зоны на данном водоеме. А вот площади какие-то можете сказать? Я могу сказать, в первую очередь объем – 18 миллионов кубов. Но это не так много. Но вторая очередь будет 98. А вот телезритель спросил про пляжи. А какую-то еще будут выполнять функцию? Будет водохранилище? Может быть, в будущем? Ну, конечно. В первую очередь, в настоящий момент это будет в большей степени занимать рекреационные цели. А вообще нам необходим стратегический запас питьевой воды. Потому что, вот смотрите, мы в настоящий момент находимся в маловодном периоде. Порядка 10 лет. Очень много поступает жалоб от населения о том, что пересыхают наши ручьи, малые реки, высыхают пруды. И вот для того, чтобы сохранить водные ресурсы, необходимо создавать определенные запасы. В перспективе возможно использование воды в водохранилище и для питьевых целей. А вот этот маловодный период, он с чем связан? Есть в природе цикличность. И, в общем-то, статистика, которая есть в гидромете, она показывает, что этот период, он не единичный в системе наблюдения. А есть такие примеры, когда используются поверхностные воды в целях водоснабжения? Город Москва, он полностью обеспечивается из поверхностных водоисточников для питьевого водоснабжения. То есть это безопасно, не нужно этого бояться? Конечно, конечно. Система водоподготовки обеспечивает соответствующее качество воды. А вот что касается еще Шумаковского водозабора, ждали субсидии с федерального бюджета, хотели расширять его? Какие-то есть продвижки в этом проекте? Там не расширение Шумаковского водозабора, он построен уже. Субсидии из федерального бюджета идут на реконструкцию сетей. Вот, и эти деньги предусмотрены, они выделены, но здесь, в общем-то, не только 100 миллионов федеральных средств, софинансирование аналогичное. По объемам это 25 миллионов из областного бюджета, порядка 25 это муниципальный бюджет и свыше 40 миллионов рублей это уже внебюджетные источники. То есть в комплексе эти работы ведутся и будут в этом году выполнены. Виктор Николаевич, у нас есть звонок от телезрителя, давайте его послушаем. Вы в эфире, задавайте Ваш вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, меня Сергей зовут, у меня вопрос не совсем по воде. Вопрос такого плана. А сколько закон? Ну вот по КЗТЗ ориентируетесь Вы? Задавайте Ваш вопрос. Вопрос, короче, по КЗТЗ, если двигаться диспетчерском нет, то у Комарова до Иннеки. У Комарова, Конарева, извините, пожалуйста. И с правой стороны лес начинается, там лесу лес. Большегрузные машины, КАМАЗы отдыхают, четырехосные. Сделали массивную отсыпку в лесу, принципиально, что в лесу. Отгородились забором. И делали там рел заборы, стоянка, отстой. Сейчас, естественно, прогреваются. Вот насколько это законно или незаконно? Если это законно, ну, вообще, в лесу большегрузы, школа рядом, 46. И все это происходит на глазах у людей, детей. Люди выходят отдыхать, лес, понятно. Огромные машины, КАМАЗы, еще подчеркиваю, отдыхают. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Понятно, такое вторжение в природное. Я сразу не могу ответить на этот вопрос. Я себе записал адрес. И, в общем-то, завтра я уверен, что наши сотрудники туда проедут. И, соответственно, если есть какие-то нарушения, то будут применены меры по их устранению. Если телефон зафиксирован, то мы, соответственно, и доведем эту информацию до того гражданина, который обратился к нам. Ну, а вообще, вот как-то это отслеживается, вот такие посягательства на зеленые массивы? Конечно, конечно. Здесь просто еще надо будет разобраться статус лесного массива. Если городские леса, то тогда это сфера влияния, действия, работы Комитета экологической безопасности и природопользования города Курска, то есть муниципальной. Поэтому, соответственно, и будет принимать меры или тогда администрация города, или наш департамент. Виктор Николаевич, по итогам 2013 года регион занял седьмое место, седьмую позицию из 83-х в рейтинге общероссийской экологической организации «Зеленый патруль». Ну, это достаточно высокое все-таки, в десятку вошел. По каким критериям там шел отбор? Что учитывалось и чем таким мы заслужили? Ну, я хочу сказать то, что «Грин патруль» у нас ведет мониторинг субъектов уже на протяжении пяти лет. В прошлом году у нас был год охраны окружающей среды, и по итогам года Курский регион занял пятое место в России. Вот по итогам за лето текущего года, аналогичная ситуация, только теперь из 85 субъектов мы на пятом месте. Но я хочу сказать, что мы стабильно в первые десятки, и связано это, конечно, во-первых, во многом с той работой, которая проводится на территории области. Именно вот в реальные состояния окружающей среды. Каким образом поступает информация для подведения этого рейтинга? Это, во-первых, конечно, государственная статистика. Это работа как федеральных, так и региональных, муниципальных органов власти. Огромную роль здесь играют и СМИ, потому что вы мгновенно реагируете на все происшествия, которые происходят на территории области. Это, конечно, работа всех предприятий и организаций, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. То есть здесь очень много факторов, которые, в общем-то, в сумме дают рейтинг субъекту. У нас есть еще вопрос на сайт Кочкин Владимир. Вот к воде вернулись. Куда попадает вода, которую мы уже использовали? Как она очищается и для чего потом применяется? В городе Курске, конкретно Яросмокуряне, город Курск, у нас есть водоканал, есть городские очистные сооружения. И по системе канализации вода попадает на эти очистные сооружения. После очистки эта вода сбрасывается в реку Сейм. То есть у нас нет такого, да, но я, может, как дилетант сейчас буду говорить, отработанную воду мы заново не используем? Нет, нет, нет. То есть этого нет. Вода сбрасывается в водные объекты, где происходит ее дальнейшая доочистка. Уже природным фактором. То есть у нас нет такой прям острой проблемы нехватки воды, мы себе можем позволить использовать воду? Ну, в общем-то, это вообще принятая практика, ни в коем случае для питьевого водоснабжения, когда такую оборотку не применяют. Оборотку применяют только промышленные предприятия, они ставят локальные очистные сооружения. Я просто приведу такую цифру. У нас образуется, с учетом атомной станции Михайловского ГОКа, порядка 250 миллионов кубов в год сточных вод. А в обороте находится 6 миллиардов. То есть это несколько десятков раз один куб, в общем-то, циркулирует, прокручивается. Что касается мусора, как у нас в регионе обстоят дела с этим? Планировалось построить мусороперерабатывающие заводы, сортировочные комплексы. Расскажите, как в этом направлении ведется работа и как вообще у нас с несанкционированными свалками в том числе обстоят дела? К сожалению, у нас были попытки реализации инвестиционных проектов, которые, в общем-то, закончились неудачей ввиду отсутствия финансовых средств. Потому что все эти проекты, они носят инвестиционный характер, кредитные. В настоящий момент администрации города Курска принято решение самостоятельно реализовать аналогичный проект. То есть сейчас прорабатывается вопрос выделения земельного участка, разрабатывается проектно-сметная документация. И также разработан проект до загрузки нашего действующего полигона с последующей его рекультивацией. Такая же работа, в общем-то, проводится и по другим крупным городам. Это Курчатов, Железногорск. Конечно, недостатка у нас в этой сфере очень много еще. И результатом являются наши несанкционированные свалки. Потому что конкретно департаменту, системе ЖКХ, да вообще всем гражданам приходится ежегодно, как только сходит снег, мы только тем и занимаемся, как ликвидируем несанкционированные свалки. А их у нас каждый год образуется порядка тысячи. Ну, соответственно, найти того, кто засоряет, практически нереально. Очень сложно. Ликвидируйте сами. Поэтому, конечно, нам приходится просто прилагать немалые усилия для их ликвидации и последующего контроля. Как-то подключаются жители области города? Все-таки у нас и субботники проходят традиционные. Или это капля в море? Мне бы хотелось пожелать курьянам более активно принимать участие в этих мероприятиях. Ну, а свалки-то, ну, как бы и в центре города очень много людей принимает участие в субботниках, но свалки чаще всего вот в таких спальных районах, где-то на окраинах. Или там тоже проходят такие глобальные? Конечно, проходят. Вот 30 августа второй год подряд проводится по всей Российской Федерации субботник. И в городе Курске также принимают участие и школьники, студенты, жители. Вот в этом году мы выбрали площадку на проспекте Клыково. Там великолепное место отдыха жителей, которые проживают в этом микрорайоне. Но, к сожалению, не все умеют у нас хорошо отдыхать на природе и оставляют за собой очень много мусора. В общем-то, эта работа была проведена там, и, надеюсь, что жители остались довольны. Ну, а вообще много денег тратится на то, чтобы ликвидировать вот эти вот несанкционированные свалки? У нас уже зашла речь такая. Вы знаете, по городу Курску вообще есть муниципальный заказ на ликвидацию этих свалок. Мы работаем совершенно, в общем-то, на безвозмездной основе. То есть мы привлекаем, как правило, студентов и жителей, обеспечиваем их перчатками, мешками, вывозим собранные отходы. А так, конечно, это очень затратное мероприятие. У нас есть еще один звонок. Да, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Вот у меня к вам такой вопрос. Мой ребенок ходит в 54-й садик на Пигарево. И прямо за забором стоят несколько мусорных контейнеров. Понятно, что все оборудовано. Но, тем не менее, дети, получается, играют практически рядом с помойкой и неприятные запахи постоянно. Скажите, пожалуйста, неужели нет каких-то санитарных норм, правил, чтобы как-то это регулировать? Спасибо заранее. Есть и санитарные нормы, и правила, и, в общем-то, большинство контейнерных площадок, которые расположены на территории города, они соответствуют этим. Очень большая проблема, конечно, размещения этих площадок. Потому что, ну, как правило, жильцы дома, никто не изъявляет желания, чтобы видеть напротив своего жилья эти контейнерные площадки. Я адрес записал, и, в общем-то, с потребнадзором мы по этому адресу и с комитетом города Курска проедем и проверим, посмотрим. А вот тоже так часто сама вижу, вот идешь мимо дворов, и прямо возле подъезда стоят эти вот мусорные контейнеры. Это вот насколько, чтобы люди не перетруждались и не несли свои пакеты мусорные подальше, и вот как это? Это сами жильцы выбирают такую форму? Да нет, я же говорю, есть определенные нормативы. Ну, в общем-то, с другой стороны, вы за километр не понесете мусор, и наверняка его можно где-то оставить. Но вот возле подъезда все равно как-то меня лично остораживает. Поэтому, вы знаете, раньше вообще, ведь у нас дома проектировались и строились с мусоропроводами. И мусор, он был на первом этаже, и оттуда контейнеры вывозили, и, в общем-то, никаких вопросов не возникало. И, конечно, контейнеры должны быть обязательно в шаговой доступности, потому что, может быть, пожилые люди даже не в состоянии будут пересечь такое расстояние, чтобы нанести этот пакет с мусором до этого контейнера. Нет, есть определенные нормативы, которые должны быть выдержаны. А кто следит за их выполнением мотивов этих? В городе Курске, как и в других населенных пунктах, это прерогатива системы ЖКХ. Еще у нас телезрители сегодня активничают. Якунина Наталья. Сегодня проснулась от того, что в комнате пахло дымом, окно было открыто. Где-то возле наших домов жгли листья. Слышала, что это очень вредно для экологии. Что вообще делают с осенними листьями? Их вывозят куда-то или лучше их не убирать вообще? Вот такой, не знаю, насколько к вам этот вопрос. Мы к нам тоже. То, что жечь нельзя, это однозначно. Потому что древесно-кустарниковая растительность, которая по рукам происходит, листва, есть специализированные полигоны, куда необходимо ее вывозить. Есть сторонники того, чтобы листу вообще не убирать. Потому что, в общем-то, она в последующем виде перегноя, она удобряет почву. Но идти по этому пути и в городских парках и скверах, конечно, нежелательно. Ну, то есть, сжечь в любом случае не правильно? Вот для этого мы проводим осенние субботники, когда подметаем всю листву в наших парках и скверах. А на эти полигоны вывозят и что там с ними дальше делают? Захоранивается просто, это же не пластик. Ну, то есть, не сжигается? Нет, конечно, нет. Сжигание вообще запрещено отходов. Потому что они накапливают в себе, как вот фильтры, да? Да, вообще сжигание запрещено. Потому что, если мы сжигаем листву, бумагу, дерево, идет загрязнение воздушного бассейна, вот как здесь. Это же дискомфортно, когда в окно дает дым. Ну, да, это, конечно, своеобразная такая примета осени, когда начинает дымком. Этим грешат особенно дачники, конечно. Дачники и вот частный сектор тоже, мне кажется, очень часто такие случаются ситуации. А вот что касается озеленения и благоустройства города, области в том числе, вот насколько активно идет формирование вот таких зеленых зон? Это очень сложный вопрос, потому что население можно разделить на два лагеря. Одни люди за снос зеленых насаждений имеют аварийных и мешают, а вторые категорически против. Так вот, здесь должен быть баланс нормальный. Деревья, которые, в общем-то, изжили себя, то есть по возрасту, они переходят в категорию аварийных и их необходимо убирать. Потому что может быть значительный материальный ущерб, во-первых, а самое главное – это безопасность людей. Десятки тысяч саженцев на территории города, а области там значительно больше, каждый год высаживается. И в том числе, вот давайте, вот новые у нас посадки были проведены. Далеко ходить не надо, проспект Победы, Клыково. Вообще новые районы, да, там необходимо. Новые районы, идет такое активное озеленение, потому что, конечно, в новостройках тем более. Ну и, в общем-то, может быть, это не так заметно, по всем паркам, скверам идет замена деревьев. Дело в том, что правило такое, если дерево срубили, то, в общем-то, оно компенсируется высадкой, посадкой другого. Чтобы проплешин не оставалось. Ну, не обязательно, можно в другом месте. То есть компенсационные мероприятия проводятся. Где-то убало, где-то обрегало. Баланс должен быть. А каким культурам отдаете предпочтение? Вот что за деревья, да, проще говоря, высаживаете? Кустарники какие? У нас идет, вы знаете, в основном рябина, липа, береза очень хорошо. Вот на проспектах там, конечно, декоративные. Там вот был маньчжурский орех, были хвойники высажены. А почему именно такой выбор? Они лучше приживаются, лучше растут? Нет, это был эксперимент Комитета лесного хозяйства. А в ближайшее время где еще планируется? Ну, сейчас зимой, понятно, нет? Вы знаете, в следующем году будет реконструкция нашей Боевки, серьезная. Мы планируем там вместе с администрацией города привести комплекс мероприятий по озеленению, планировке. Будет расчистка, производится реки Тускарь. То есть создание такой рекреационной зоны. Еще у нас есть вопрос как раз вот на тему нашу. Михеева Татьяна, я живу на Клыково, у нас очень мало зелени. Как-то будет решаться этот вопрос? Не успела нас дослушать, видимо. Конечно, будет решаться, конечно. Но и жителей я призываю. Вы знаете, вот поступают такие обращения. Вот провели акцию, высадили деревья, а потом эти деревья начинают гибнуть. Так вот, я просто прошу и призываю не быть равнодушными, не наблюдать за этим из окна или своего балкона. Взять просто емкость с водой, прийти и полить. И тогда и микрорайон будет зеленый, и деревья, конечно, будут расти. А вот не знаю, к вам или нет вопрос, но как аллергик про тополя все-таки спрошу. Вот что с ними? Боремся, не боремся? Боремся, боремся. И более того, я думаю, что за последние годы вы визуально могли убедиться, что город практически очистили от пуха. Виктор Николаевич, вот особо охраняемые природные территории в области. До 2020 года должны быть созданы целый список по постановлению губернатора. Где, в каких районах и что это будет? Может быть, уже какие-то созданы, и может быть, они будут как-то тоже облагораживаться? На сегодняшний день у нас уже имеется 9 особо охраняемых природных территорий оригинального значения. В том числе в городе Курске Крутой Лог. Вот в этом году мы его оформили. Есть в Суджанском районе, в Горшеченском районе. То есть практически в каждом районе области будут особо охраняемые природные территории. Ведь особо охраняемые природные территории – это те нетронутые уголки, которые сохранились в настоящий момент, и которые мы, в общем-то, должны сохранить и довести до следующих поколений. Есть у нас, конечно, уникальные места, помимо федерального заповедника имени Орехина, это и в Суджанском районе, Клюквенное озеро, на котором мало кто знает. Очень красиво звучит. Да, это очень красивое само по себе озеро, там плавающие острова. На острове произрастает единственное место в области – Клюквы. Затем мало кто знает о наличии в городе Железногорске дендропарка. Вот я приглашаю всех, кто будет в городе Железногорске посетить этот уникальный уголок. Это наше областное бюджетное учреждение, которое находится введение департамента. Уникальное место, конечно. А я еще слышала про некие гладиолусовые поля. Есть и такое, но это в большей части заповедник имени Орехина. Это там все, да? Реликтовые такие растения. Вот как много мы не знаем, на самом деле, о нашей области. Ну вот для этого, в общем-то, и создана, разработана схема особо охраняемых природных территорий. Там счет на десятки идет, если я не ошибаюсь. Да, там порядка восьми десятков будет особо охраняемых природных территорий, оригинальных. Виктор Николаевич, время эфира подходит к концу. У нас есть интерактивный опрос, который нужно, итоги которого нужно подвести. Интересно. Пьете ли вы воду из-под крана? И голоса распределились, на самом деле, практически 50 на 50. 52% считают, что вода чистая и безопасная, и 48% либо кипятят, либо фильтруют воду. Вот вы сами. Уж на вас будем полагаться, вот какую воду пьете? Я пью и первую, и вторую. То есть дома я могу спокойно выпить стакан воды из-под крана, без какой-либо очистки. Но также у меня в квартире стоит фильтр, который очищает воду для приготовления пищи. То есть можно спокойно... Вода у нас, в общем-то, в городе Курске соответствует Санпину. Можно пить без боязни. Все это мифы, которым не нужно верить. Ну, это не только мифы. Конечно, в разных водозаборах разные качества воды. Жесткость разная. Поэтому, в общем-то, оно даже на территории города, оно не постоянно качество воды. Виктор Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Вот очень интересная была беседа, на мой взгляд, очень полезная. А вам я напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова